Солигорский ГРУЧС уделяет особое внимание вопросам пожарной безопасности. В этот раз к профилактической работе применили креативный подход. Совместно с творческим коллективом Дворца культуры спасатели попробовали донести до граждан полезные знания в занимательной форме через театральную постановку. Спектакль о безопасности жизнедеятельности, который предназначен для взрослой аудитории. В нем можно будет увидеть основные правила безопасности, которые должны помнить не только дети, но и взрослое население. В этом спектакле мы постарались затронуть важные темы – это правила безопасности при использовании электрооборудования, печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем. С начала этого года в районе произошло 40 пожаров. Огонь унес жизни четырех человек. Основные причины возгораний и, как следствие, гибели людей от них стали основной темой театрального действия. Красочные декорации, песни, а главное – поучительная история про то, чего не следует делать. Все это тесно спилось в театральной постановке с говорящим названием «Как Иван был пожарным». Целью является повторение правил пожарной безопасности, ознакомления с причинами возникновения пожара. Работали мы над этой постановкой около месяца. Каждый участник предлагал свои идеи. Мы распределили роли, и благодаря творческому процессу получилась небольшая постановка в забавной, увлекательной, познавательной форме. Мы планируем показать ее в трудовых коллективах организаций и предприятий города, а также детям школьных оздоровительных лагерей. Со сцены главные герои постановки в простой и доступной форме помогают зрителям усвоить необходимые и важные правила пожарной безопасности и наглядно показывают, что неосторожное обращение с огнем может стать причиной страшной трагедии. «Пример такой. На свете не один. Когда беда, звоните 101». «Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер 101». В ходе постановки на противопожарную тематику зритель сможет почерпнуть для себя полезную и нужную информацию, которая в дальнейшем поможет избежать печального сценария и защитит жизнь людей.